Фонд библиотеки Новозаполярного более пяти тысяч книг. Отечественная и зарубежная классика, современная проза, техническая литература. Кроме того, здесь представлено порядка сотни периодических изданий. В течение года библиотеку посещают несколько тысяч человек. В основном работники Газпром добычи Ямбург, но и сотрудников сторонних организаций немало. Конечно, под натиском интернета популярность печатных изданий несколько снизилась, но читатели среднего возраста по-прежнему предпочитают фолианты. Я честно скажу, число читателей уменьшилось в связи с интернетом, планшетами. Около 500 читателей записаны у нас. К поиску новых форм взаимодействия с читателем можно отнести, литературные гостиные. Тематические вечера, на которых декламируются стихи, звучат песни, обсуждаются литературные произведения. Инициатива проведения мероприятий принадлежит работникам библиотеки и сотрудникам учреждения по культуре первичной профсоюзной организации «Газпромдобычи Ямбург». Последнее заседание посвятили любовной лирике. Не исчезай. Забудь про третью тень. В любви есть только двое. Третьих нету. Чисты мы будем оба в судный день, Когда нас трубы призовут к ответу. Выбегу тело в улицу, брошу я, Дики, я безумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая. Давай простимся сейчас. Все равно, любовь моя тяжкая, Гиря, ведь висит на тебе, куда не бежала. Дай хоть в последнем крике выявить горечь обиженных жалоб. Несмотря на то, что у литературной гостиной есть сценарий, изменения в программе допускаются и даже приветствуются. Практически во всех мероприятиях на Заполярном наряду с артистами учреждения по культуре участвуют самодеятельные артисты. Любой обманчив звук, страшнее тишина, Когда в сам разгар веселье падает из рук бокал вина. Большинство из нас последний раз читало стихи вслух на уроке в школе. Литературные гостиные возрождают давнюю традицию. Прилюдное чтение вслух – это еще один способ общения, некогда такой популярный, ныне незаслуженно забытый. Библиотека располагается в жилом модуле. Многие приходят сюда как домой, в тапочках. Кроме того, здесь есть читальный зал. Если соседи по комнате смотрят телевизор, тут спокойному чтению ничто не помешает. Помимо библиотеки в Новозаполярном, на Заполярном месторождении есть еще одна – вахтовом жилом комплексе при газовом промысле 2С. Она также не пустует. Когда-то Россия гордилась званием самой читающей страны. На Заполярке этот тренд актуален и поныне. Алексей Базарнов, Сергей Овсяников, Заполярное месторождение.